Помолимся. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истины. Прибудь с нами в этот вечер. Благослови нас. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Часть третья. Книга «Открытым оком», второй том «Противосектантские материалы». О втором «Пришествии Христа», «Кончине мира», «Всеобщем суде» и новой вечной жизни праведных и грешных. Эта тема особенно тщательно разработана у всех сектантов и любима ими. Это и Пук Мелдер, Каргаль, Елена Уайт, Карев, Аве и многие другие, посвятившие этому вопросу почти всю свою жизнь. Написаны десятки томов с большими схематическими вставками. Когда придет Христос? Где в это время будут верующие и неверующие? Дома на больших белых простынях до размера стены они рисуют подробный план периодов восхищений, пришествий эпохи Хилиазма. Вся эта эстахология – любимая пища сектантов, как у старообрядцев, масон и антихристов. Беседы на эти темы интересны, и я проводил их десятки во всех городах Союза при огромном стечении народа. Трудно найти другую тему, в которую бы сектанты натолкали столько заблуждений и глупостей. Когда они предлагают беседу на эту тему, хорошо немного повременить, как бы не давая согласия. Это еще более разожжет их нетерпение, желание непременно беседовать на эту тему. А нам только это и надо. Представьте, сколько времени они изучали эту тему, радовались знанию тайн, сокровенных глубин. Предвкушением победы они столько лет строчили, вырисовывая картину грядущих событий. Но очень скоро, в течение одного дня, Слово Божие разметает их построение и не оставит камня на камне от их концепции. Особенно изощряются в толковании адвентисты, от латинского слова «адвентус» – «пришествие». Само основание секты и ее происхождение зиждется на откровении о пришествии Христа. На этой теме сгорели и беспоповцы, и русские сектанты-рационалисты, и современные белые, и черные братства, и вся тоталитарная мечеть, как Аун, Ценрикё и другие. Эти последние, чтобы не выглядеть простыми болтунами, решили заранее подстраховать свои «пророчества». Если в заранее разрекламированный срок 21 октября Христос не придет по неизвестным им причинам, то они приготовили военный паралитический газ «зарин» и другие «закуски», чтобы вызвать преждевременные схватки рода апокалипсиса, начиная с токийского метро. Беседа второго происшествия длится в среднем 6-7 часов. Еще раз напоминаю о методах ведения подобных собеседований. Заранее отговорить все правила, а они немногие, но довольно жесткие. Первое. Надежда Благодатская, вы видите микрофон? Я вас прошу об этом. Вы всякий раз нарушаете. У меня здесь вообще ничего не видно, где отключать. Сейчас стоит другая. Вас вообще не видно. Вы опять видео выключили. Там следующая кнопочка. Микрофончик такой нарисованный вслед за видео. На микрофон нажимайте, чтобы он перечеркнулся. У меня лицевая страница стоит, где это самое. А так, где вас, ничего не видать. Никого. Я не могу... Либо вы перестаете нам мешать, либо я вас отключу тогда. Хорошо. Итак, о правилах, которые нам нужно обговорить в беседе с сектантами. Они довольно жесткие. Итак, правило первое. Вести беседу должен только один. И с той, и с другой стороны. И никто более не должен издавать ни единого звука. Желающие помочь своей стороне могут подавать записки. Нарушители тишины, порядка, крикуны с места сразу же выводятся на свежий воздух. Перед началом собеседования, диспута, все эти условия объявить вслух и получить согласие от слушателей на это. Обычно они согласны, но тут же начинают нарушать это главное правило. Самые воспаленные, пороховые начинают искрить на своих местах и метать пыль над головами и трясти свои обиды. Второе, точно так же часто нарушаемое условия равное время, отпущенное каждому ведущему. Здесь нужны настольные, шахматные часы и армитры с каждой стороны. Все должно быть за правду, но за правду не по наружку. Как правило, это записывается на много магнитофонов, но когда и во сколько кто начинает говорить и кончать, чтобы это тут же кто-то записывал еще и сразу на бумагу. Через каждые два часа делать перерывы. Всегда начинать молитвой своими словами по конкретному вопросу и молитвой заканчивать. Обычно на этой теме сектанты надеются одержать победу с первых шагов. Мест заголовок и священного писания используемых в беседе у них оказывается удивительно мало. И когда они израсходуют их все, мы еще только начинаем. Поэтому заранее нужно обговорить третье условие. Когда они израсходуют все снаряды и патроны, а у нас еще не распечатанные запасы, тогда время у нас не ограничено ничем, доколе мы не сделаем последнего выстрела. По этой теме проигрыш их стопроцентный, и православные должны это знать заранее. Это наша уверенность в победе и молитвенная помощь наших союзников, сидящих здесь, наводит буквально ужас на демонов. И сектанты начинают сильно беспокоиться уже на первой половине беседы. Тема сложная и многоступенчатая. Всегда помните, что все сектанты любят Библию и по данному вопросу знают, о чем говорят. Помните, что они не признают ничего, кроме канонических 66 книг Библии. Поэтому на время беседы забудьте о соборах, канонах, преданиях, житиях и трудах святых отцов. Не шагу в сторону от Библии, иначе проигрыш обеспечен. Помню, как мне пришлось по этой теме наизусть процитировать 72 места Библии, а одно место иногда включало в себя целый пакет стихов. Вы можете заранее написать себе их на листик и заложить в Библию. Не каждому удается это запомнить, но заранее подготовить вы сможете. Евангелие от Матфея 24.36 Одни же тон и часи никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один. Матфея 25.13 Человек стремится не только изучать прошлое и исследовать настоящее, но и заглядывать мыслью в далекое будущее. Эти вопросы ставили и апостолы в Сирах 3.21 «Через меру трудного для себя не ищи, что выше сил твоих, того не испытывай». В течение двух тысяч лет и ныне продолжаются попытки определить время пришествия Христа. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава 1 и 2 стихи. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Уильям Миллер предсказывал второе пришествие Христа в 1843 году. Потом в 1844 году Иоба разы, конечно же, обманулся. В 1897 году пришествие Христа предсказывалось возле Террасполя. Закапывали друг друга живьем в землю. Разбор возражений сектантов Сектант О времени пришествия Христа и конца мира истинные последователи должны знать и могут. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 4 стих. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас коптать». «Виталия сегодня нет». «Желающие роль православного почитать есть среди присутствующих?» «Чтобы в паролянбах у нас голоса разные были». «Ну тогда я буду сам читать и сектанта, и православный». «Так, что же должен отвечать на это место православный?» «Итак, православный». «Христиане, живущие не во тьме мирской суеты, а в свете хаористовой жизни, всегда ожидают его, подобно мудрым девам, с полными светильниками веры». Евангелие от Матфея, 25 глава, 1 по 13 стих. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука, родами постигает имеющие во чреве и не избегнут». Вопросы? Что же имелось в виду в этом стихе? «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать». То есть сектанты это место относят к тому, что истинные последователи должны знать время пришествия Христа. О чем же здесь говорится? Игнат Тихонович, вам слово. Ты хоть говоришь слово, а ты впереди-то считай. Что означает «главная тьма»? Не во тьме мирской суеты, а во свете Христовой жизни. Всегда ожидают его, подобно мудрым девам. Все. Ответ-то дан, ты считай по нескольку раз, и тогда увидишь, что ответ дан. Отошел. Да, благодарю. Внимательнее просто повторите все. Так, значит, второе возражение. Сектант. Раньше второго пришествия Христа должен явиться Антихрист, который есть Папа Римский. Это образ истукана. И приводится Даниила, 2 глава, с 31 по 44, и Откровение 13, 6, 7. Так, секунду, кто-то стучится к нам. Итак, Откровение 13, 6, 7. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилища его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. И 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 3-4 стихи. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха. Сын погибели противящийся и превозносящий выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Малый Рог, Даниила 7, 21, 12 миллионов христиан замучено по приказу римских пап. Ну вот на это утверждение, что антихрист есть папа римский, православный, должен ответить вот так. Так, может быть, Никиту Коресникова попросить, Виталий сегодня нет. Сможешь читать по этому тексту, православный? Есть у тебя возможность? Ну тогда, ладно, я буду читать. Итак, православные, все хитросплетения адвентистов и других еретиков доказывают, что пришествие Христа близко, ибо появилось много еретиков. «Антихрист не есть целый ряд личностей римских пап, но один, цитата, «человек греха, а не человеки, сын, а не сыны погибели» 2 Фессалоникийцам 2, 3. «Сам Господь говорит, придет иной, а не иные». Евангелие Таана 5, 43. «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете меня, а если иной придет во имя свое, его примите». «Антихрист – одна личность, в одно определенное время явится» 2 Фессалоникийцам 2, 9. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными». И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». Здесь мудрость. «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое». Число его 666. Но римские папы печати не имели и на правую руку католикам не налагали. «Адвентус» – пришествие. «Адвентисты каждый день считают за год, а это неверно». Откровение 13, 5. 42 месяца, 3,5 года – время царствования Антихриста. Время – времена полвремени. Год плюс два года плюс полгода. В Писании ясно говорится, что Антихристу дана власть действовать 42 месяца, то есть 3,5 года. Откровение 13, 5. «По попущению Божию 3,5 года будет иметь власть хулить Бога и озлоблять святых». Андрей Кисарийский, 4 век. «Сам Спаситель говорит, что последние бедствия людей будут непродолжительными». Матфея 24, 22. «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». В Откровении говорится, что дьявол сойдет на землю в сильной ярости, зная, что немного ему останется времени. Откровение 12, 12. «Христос убьет Антихриста духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Папство существует с 538 года. В 1798 году Папа Римский был взят в плен французским генералом Бертье. Сектанты почему-то не говорят, что они своей реформацией, своим учением разрушили папство. «Вопросы?» «Вопросы?» «Так...» «И все же...» «Мне не совсем понятно, почему Папа Римский не может быть Антихристом. Ну, с точки зрения... Ведь они же не говорят, что папство есть много Антихристов. Они говорят, что вот... будет Папа Римский. Они не утверждают, что их много, этих пап. Он будет один. Почему мы им доказываем, что в единственном числе... А в Писании, говорится, появилось много Антихристов. Так что, с точки зрения... Если они считают пап за Антихристов, тут никакого противоречия нет. Много Антихристов, но они считают этих пап Римских Антихристами. Вот они их... Их много. А в последний будет? Или сейчас это папство уже прекратилось? Нет, оно не прекратилось. Где оно? Когда оно прекратилось? В каком году? Сектанты почему-то не говорят, что они своей информацией, своим учением разрушили папство. Когда они его разрушили? Тоже непонятно, с кем тогда Кирилл целовался, если оно разрушено сектантами. С каким папой? Вот, Наталья Усатая правильно заметила. Я тоже это хотел сказать. Потому что Папа Римский не еврей. И не из колена данного. Вот основной аргумент. Антихрист должен родиться от блудницы жидовки. То есть Римским он не может быть вот именно по этой причине. В первую очередь. А не потому, что они тут малый рок какой-то приводят. Ну, по этой теме вопросы, предложения, высказывания, замечания есть. Можно говорить, не печатать. Так быстрее будет. Сергей Тушенко, что хотел сказать? Говори. Все уже, ничего. Игнат Тихонович, есть что дополнить по этому вопросу? Или все сказано уже тут? Впереди было сказано, что они считают день за год. Ты даже на это внимание не обратил. И поэтому 42 месяца, они считают сколько дней. Это столько лет. И они к этому подгоняют пленение Наполеоном Папу. И вот до этого времени все еще идет, насчитывает годы. А не то, что времени. Тут написано, малое время один. А они как раз и говорят Папство. А если Папа, какой Папа? В какое время? Над всем миром. Вот здесь об этом-то и надо обратить внимание, что впереди написано. Они утверждают, что не Папа, а Папство. И рану, которую смертельную нанес в Авеньоне, вот это вот они считают. Что добавлять-то? Читать надо внимательно. И останавливаться, и пересчитывать или как. Вот я уже второй раз это говорю. Там же написано. А они не считают Папа. Франциско-то, Венедикт или Павел Петр. Этого нет у них. Папство. Вот так. Все. Ну, здесь же не написано, где прочитать, что Папство. То есть, вот конкретно написано. Сектант. Раньше второго пришествия Христа должен появиться антихрист, который есть Папа Римский. Это образ из Стюкана. Не Папство. Здесь Папа Римский написано. И дальше, местописание, где вообще о Папстве ничего нет. Тут какой-то вот Малый Рог, Данила Семеновна. 12 миллионов христиан замучено по приказу Римских Пап. А, то есть, вот они и говорят, да? Да. Они приводят цифру за это время, сколько ими замучено. Они не указывают конкретного. А вот это вот откуда информация? 12 миллионов христиан замучено по приказу Римских Пап. Они это печатают. Когда это было? В какие времена? И что такое вот? Это они считают, что Малый Рог? Где тут про Малый Рог? Ой. Их даже вот разбирать и то. Непонятно откуда они что берут. По потолкам. Тебе то ли не слышно? Тебе не слышно? Я говорю, ты меня два раза перебил. Я дальше говорить уже не буду. Потому что... Не слышно. Сказал. Речь идет о годах. Почему тут переводится на малое время, то другое. На малое. А они-то показывают не малое. Ну вот умножь. 42. Умножь на 30 даже. Что получится? Вот так. А, то есть царствование антихриста они называют вот это вот... Не три с половиной года, а вот эти вот 42 на... Сколько умножить там на... То есть они именно уже на время папства считаются временем вот антихриста... 42 умножь на 30. Что получится? В среднем 30 дней в месяц. А они считают столько лет. Здесь конкретно говорится. Баптисты это не говорят, у них другое. Но все равно понимают, что... А дальше расхищение. Тут они потянут свое. Ну вот 42 на 30, 1260. Сейчас, посчитай. Если 42 умножаем на 30... 30 это что, 30... 42 месяца умножаем на... Ну что, на 30 дней в месяце, что ли? В месяце сколько дней? Да ты же не маленький. 30? Ну 30 дней-то. Ну можно взять 5 дней в месяце. Ну найди, такого месяца-то нету. 30 в среднем-то. И умножь на 42 месяца. Ну что тут... Арифметика для второго класса. И теперь эти цифры, которые есть, это столько лет. Ну впереди же сказано было. Что ты то ли невнимательно считаешь, то ли... Это все написано. А в Писании говорится, что 42 месяца? Ну они, они считают день за год. День за год. Как в пустыню Господь заводил, когда ходили, которые там... Разведчики-то, 40 дней. И Господь сказал, за каждый день один год будете в пустыне. Они оттуда перетаскивают суда и вот это объясняют. То есть то, что в Писании написано 42 месяца, они самовольно умножают на 30. Да, и им главное вычислить, когда будет последний день, да? И все по годам рассчитано. Сейчас считать будешь. Считай дальше. Очень невнимательно считаешь. Ой-ой-ой. Третий... Вот так... Третье возражение. Сектант. Не менее ясными признаками второго пришествия Христа и кончины мира, говорят адвентисты, служат исполнившиеся пророческие указания на мировые явления в природе и на религиозно-нравственное состояние современного человечества. Я поужу. Все. Матфея 24, 29. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Откровение 6, 12. И солнце стало мрачно, как влосеница, и луна сделалась, как кровь. Это исполнилось в Англии в 1770 году. Это не все расписано. Звезды спадут с неба. Это было 13 ноября 1873 года. Звездный дождь шел три часа. Православный. Обычные затмения солнца луной вовсе не служат признаком скорого пришествия Христа. Это совершенно естественные явления, предсказываемые учеными. Библия говорит не о затмении, но солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Святое Писание разумеет окончательное прекращение света от солнца и луны, и общий мировой переворот во всем мире одновременно. И начнется все после одной общей для всего человечества великой мировой скорби, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Матфея 24.21 Но такой скорби еще на земле не было, и слава Богу нет. В последние дни будет упадок веры всеобщей и любви между людьми. Лука 18.8 Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Наконец и сам Христос сказал, что все указанные бедствия еще не означают кончины мира. Ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, и все же это начало болезней. Матфея 24.68 Вопросы? Все понятно? Нет вопросов, да? Пойдем дальше. Сектант. Четвертое возражение. Конец мира наступит не тотчас после пришествия Христа. Сперва живут только праведники и будут царствовать со Христом тысячу лет, вместе с оставшимися в живых святыми. Откровение 20 глава 4-5 стихи. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю ни образу Его и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет, прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет, это первое воскресенье. А живые и нечестивые будут с сатаною ввержены в темницу, где прибудут с ним вместе тысячу лет до начала страшного суда». Откровение 20 глава 1-6 стихи. «Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол, и сатана исковал его на тысячу лет и низверг его в бездну, после же ему должно быть освобожденным на малое время». Православный. «Христос никогда не учил о тысячелетнем царстве, а учил, что тотчас после его пришествия произойдет страшный суд и наступит конец видимого мира, и разом навсегда определится участь праведных и грешних». Матфея 13 глава 37-43 стихи. «Жатва есть кончина века, а жнецы суть ангелы». Стих 39. «Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их». Стих 43. Матфея 25 глава 31 по 46 стихи. «Прочитать». Давайте кто-нибудь читайте, ищите. Матфея 25 глава 31 по 46 стихи. «Когда же придет сын человеческий во славе своей и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей и соберутся перед ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. «Тогда скажется тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я алкал, и вы дали мне есть жажду, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». «Был наг, и вы одели меня, был...» «Когда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчищем и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или ноги мы одели, когда мы видели тебя больным, или в темнице, и пришли к тебе». «И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, был болен, и в темнице, и не посетили меня». «Тогда и они скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчищем, или жаждущим, или странником, или ногим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе», «Тогда скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне». «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Евреям 9.28 «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Евангелие Таана 5.28-29 «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждением». 1 Коринфянам 5.22 «Как водами все умирают, так во Христе все живут». В последний день Евангелие Таана 6.39-40-44-54 «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу Его в последний день». Едущий Мою плоти, пьющий Мою кровь, имеет жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день». Евангелие Таана 11.24 Марфа сказала Ему «Знаю, что воскреснет воскресенье в последний день». 12.48 «Отвергающие Меня и не принимающие слов Моих имеют судью себе слово, которое Я говорил, а оно будет судить его в последний день». «Умирают все и праведники, и грешники, все, следовательно, и оживут как грешные, так и святые для суда над ними». Таким образом, апостолы и сам Христос учили об одном и одновременном будущем воскресении для суда праведных и грешных, который будет в последний день перед кончиной мира. «Учили об одном небесном царстве и никогда не учили о третьем его пришествии. О том, что грешники не воскреснут, что будет две смерти и два воскресения, это есть выдумка отпавших от православия». Отфея 22.29 «Заблуждайтесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Нигде в Библии нет и намека на три пришествия Христа, два воскресения из мертвых телами». Как же понимать слово «откровение», что сатана будет связан на тысячу лет, что грешники не воскреснут, а лишь праведники, которые будут царствовать за Христом тысячу лет? Откровение 27.8 стих и 14. «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. «И вышли на широту земли, окружили стан святых и город возлюбленный, и смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая». «И говорится о смерти второй, и смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая». «Как существуют две жизни, плотская и духовная, так точно существуют и две смерти, одновременная и естественная, а другая вечная, духовная. «Когда люди еще здесь умирают нераскаянно, для вечной жизни в грехах к смерти». 1 Иоанна 5, 16 и «Хулена Духа Святого», Матфея 12, 31, 32. «Равным образом существует и два воскресения. Первое воскресение в таинстве крещения, верою в Бога». Колоссинам 2, 11, 13. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, с овлечением греховного тела плоти обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли, верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Эфисянам 2, 5, 6 стихи. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Сам Христос говорит, что всякий верующий перешел от смерти в жизнь. Евреям 12, 22, 23 стихи. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Бытие 2, 17. «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Духовная смерть, отступление от Бога, это первая смерть. От первой смерти духовной должно быть и духовное воскресение, первое по счету. Второе воскресение с телом для суда и получения вечного воздаяния». Иоанна 5, 21-29, 1 Коринфянам 15, 22-25, 1 Фессалоникийцам 4, глава 13-17 стихи. Второе Коринфянам 5, 10. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Выражение «связать сатану» значит уничтожить его власть, что уже исполнилось, как говорят апостолы Петр и Иуда, «смертью смерть попрал». Второе Петра 2, 4. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Матфея 12, 29. «Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его?» «Расхитил» 1 Петра 3, 19. Иуда 6 стих. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Сатана связан на Голгофе. Евреям 2, 14. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял уны, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то и из дьявола». 1 Петра 3, 18. «Для сего ты явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 8-11 стихи. «И он пришед, обличит мир о суде, о суде же, что князь мира сего осужден». Иоанна 12, 31. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изнан будет вон». А также и в других местах. В Англии от Иоанна, 14-30. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идёт князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Колоссянам 2, 15. «Отняв силу начальству и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Офесянам 4, 8. 2 Тимофея 1, 10. «Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Псалом 67, 19. «Ты вошёл на высоту, пленил плен, принял дары для человеков так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога». Псалом 25, 8. «Поглощена будет смерть навеки, и отрёт Господь Бог слёзы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь». 1 Коринфянам 15, глава 53, 55 стихи. Иосия 13, 14. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твоё жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня». С момента связывания сатаны наступает тысячелетнее царство, время евангельской проповеди и заканчивается за три с половиной года до кончины мира. А выражение «тысяча лет» не означает в Писании точного времени, а большую, но неизвестную для нас продолжительность времени. Слово «тысячу лет» означает «множество», но отнюдь не точное время. Например, исход 20 глава. «Тысячу родов» значит «много». Есть и другие примеры. Второзаконие 5,6,10, песнь 4,4, Псалом 90, Иеремия 32,18, Псалом 89,5. Второе Петра 3,8, песнь 8,11. Псалом 89,5. «Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он пришёл, и как стража в ночи». Вторая Петра 3,8. «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Как же понимать слова откровения о тысячелетнем царстве Христа? Это тысячелетнее царство Христа нужно относить к продолжающемуся здесь, сейчас, на земле царству среди верующих от его славного воскресения и до второго его пришествия и до суда над миром. До пришествия Христа на землю было царство дьявола, а с момента связывания сатаны начинается тысячелетнее царство Христова. Фессианам 2,2 и Фессианам 2,12-13. «Вы никогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сенах противления, что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского. Чуждость заветов обетования не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую». Вкровение 21,4 «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны, и большую цепь в руке своей он взял дракона, змия древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бедну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прелещал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». «Господь наш Иисус Христос победил дьявола». Иоанна 12,31, 1 Иоанна 3,8 «Основал свою церковь» Матфея 16,18, которую не одолеет никакая ересь. Псалом 104,7,8 стих «Он, Господь, Бог наш, по всей земле суды Его, вечно помнит завет свой, слово которое заповедал в тысячу родов». Блаженный Аргустин и другие лучшие толкователи понимали так. Кровение 20, глава с 1 по 4 стихи «Ангел, имеющий ключи от бедны и заключающий туда связанного им дьявола, этот ангел Христос». Исход 3, глава Малахия 3,1 «Свою властью разрушившие дело дьявола» 1 Иоанна 3,8, Иоанна 12,31, Еврея 2,14 «Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». А на место его царства, из которого он был изгнан вон, Иоанна 12,31, «Пришел, создавший свое благодатное царство, в которое стали непрерывно входить его истинные последователи, воскресшие духовно крещеные». Римлянам 6,4 «Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Для новой во Христе и со Христом жизни и здесь, на земле и за пределами гроба». Филиппийцам 1,23 «Влечет меня и то, и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Тысячелетия, в течение которых будет связан в своих губительных действиях дьявол и непрерывно будет продолжаться царство Христова, означает то же, что тысячу родов, Псалом 104,8 «Это весьма продолжительный и неопределенный период до скончания века». Все люди тогда, в последний день Вселенной, воскреснут телесно. А первое воскресенье для уверовавших и принявших крещение – это воскресенье душ через принятие Христа в свое сердце, принятие крещения, вход в церковь. Час прошел, пожалуйста, время ваше задавайте вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... не считая нас там очень ну-ка 16 16 ну ты 16 и кто-то ревнует о том чтобы знать что здесь написано или нет вот обмолчат вопросов нету ведь это материал тогда который здесь дается то он не на каждом углу встречается я впервые встретил журнале журнал большой как журнал огонек подшивки ревнитель называется миссионерский журнал православной церкви дореволюционно еще и главное что кто мне дал его баптистский пресвитер ульянкин петр михайлович в городе пензы тут все дано и вот эти места сколько читали это я все выписывал и вот сколько мест писания есть я старался все их до одного запомнить а так как я знаю что арестовывать будут я переписал вот только одни места описания переписываю освященстве дальше заканчиваю сектант с я сейчас не могу сказать но не меньше пяти раз я переписал эту книгу вот вот такими цифрами и старался спрятать в разных городах потому что большой срок дадут я пока выйду многое могу забыть как найти никто этому не заставлял я не не встану пока не законспектирую полностью что идет и что дальше будет вы не спрашиваете как опытом поделиться то а потом удивляется вот беседуешь когда сектанты приходят но если не знаешь как они придут как они познают ты сам должен сначала узнать и это все надо запомнить при желательно или на одном листике ну листик тетрадный который есть так раз развернутый выдрать из двух сторон каждую клеточку там половина почти входит в это я говорю когда мне беседовать пришлось я привел на память 72 место писания сектанты это очень ценят место писания последний день а у них не в последний день воскресница за тысячу лет одни в году 365 я говорю вы ошиблись в триста шестьдесят пять тысяч дней ошибка очень большая в последний день он придет судить мир оставьте не выдирайте раньше времени на 1000 лет оставьте расти до жатвы а жатва кончина века плевел и пшеница плевела это еретики разные грешники а пшеница это правильные спасенные души ваши доводы должны быть неотразимы для вас вот 214 евреям считали как дети то есть мы дети причастны то есть мы такие плоти и крови из плоти и крови то и он христос воспринял оное через дьяву марию а до чего дабы смертью своей лишить силы имеющий в державу смерти то есть дьявола вопрос сразу к сектантам скажите где это было ну где смертью смерть поправ на голгофе на голгофе кого он решил силы почему не пропадут решил сил это связал его а как же он ну как же он действует там идет собака на длинной цепи есть ты подойдешь она укусит а ты не подходи ты поражай ее мы проходим очень важную тему в которой я там впереди предисловие писал нам обеспечен успех на сто процентов всегда а сам ты расти до жатва не но тысячелетняя царство какое когда до жатвы расти до затвы я воскрешу его в последний день не за тысячу лет до последнего дня и выпускать не надо верить или не верите четыре раза в 6 главе евангелия тяна мы прочитали в последний день и когда марфа марфа веришь ли что он воскреснет марфа отвечать верю что в последний день то есть она так научилась не гамма марфа могла бы сказать верю что он воскреснет в тысячелетнее царство нет этого слова тысячелетия царства вообще нету у апостолов нигде нету его не во всей библии нету есть только в откровении это духовная книга где тысячи лет понимается как цифра много это в нескольких местах есть такое падут под тебя тысячи и десять тысяч одесную тебя что тысячи падут воинов а тысячи один уже им нам не победить вот скажи вот я говорю кто-то голос подали вы хотели бы это знать запомнить сейчас под вопросы разные задавайте и по этой теме это все стик там ты очень ревниво старается насадить вот это свое заблуждение чтобы вы могли ответить ни одного нету 16 человек есть игнатий тихонов слава господу так вот это место которое проходим места писания выпишите себе в последний день кто причащается тело христова воскрешу в последний день последний день явится для суда последний день мира воскрешу не то что за тысячу лет воскреснет воскресенье первое воскресенье где адаму сказано было день в который вкусишь смерть и умрешь какая смерть по счету ну какая первая он же не умер после этого он был издан после этого дородились дети у него это библия нам об этом говорит так от первого воскресенье какой на первое было какая смерть духовная но духовная смерть и должно быть духовное воскресенье духовное два пять кафесе нам считаем стань спящий воскресни из мертвых и осветить тебя христос это говорится о людях которые мертвы вот эти места мы проходим ну как то выберите время особенно пенсионерам то ну неужели время нету а вот ревности нету и все игнатий тихонович я вас хочу поблагодарить за ваши материалы вот и вот эти противокситанские вот эти материалы и материал который в 20 главе откровения к нам приходили некоторое время свидетели иговы и нам с ними приходилось очень плотно работать и а чтобы с ними разговаривать нужно сами узнать и мы тщательно 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 вот эти изучали материалы а потом с ними разговаривали сначала приходили две девочки таких а потом они поняли что но мы им дали отбор они поняли что с вами тяжело разговаривать и отправили матерого такого проповедника И с ним мы тоже говорили. Ну, конечно, до логического конца у нас ничего не дошло. Они своё, ну, мы им своё доказывали. И ещё вот эта схема, которую вы дали, очень понятная схема. Я её нарисовала и дала этому проповеднику. Он ничего не принял, а схему эту забрал. Я этому рада. Может, он над ней додумается когда-то. Но вы помирились? Так что вот мы благодарны вам за эти материалы. Православных никто не знает, эти материалы. И нигде их нет, и нигде их не найти. Это однозначно. У меня дочь, я с ней вчера разговаривала, она была у женщины, которая к Светере Меговой ходила. Она и задавала вопросы, эта женщина, и моя дочь не смогла ничего ответить ей. Потому что ничего не знает. Хотя православная, вторая дочь, Татьяна, Катерина знает. А Татьяна, нет. Вот и всё. А у Той было много вопросов. Игоистки. Ну, вот так. Ну, когда начинаете говорить, скажите, в последний день воскреснут. Это самое такое. Всё написано об этом. Мы только из Вангелия Тяна шесть раз. Он говорит, в последний день. Последний. Суд и воскресение одновременно. Пришествие Христа одновременно. Восхищение Церкви – это всё один момент. Одномомоментное явление. А у них всё это разделено на тысячи лет. И тут не выпускать. Вот он говорит какой-нибудь. Сначала объясните. До жатвы растут вместе. 13 глава, 37 стих. Евангелие от Матфея. До жатвы. Оставьте расти. А они пшеницу вырывают. А Господь говорит, сначала выберите плевел. У них вообще всё перевёрнуто. И при кончении мира я скажу жрецам, ангелам. Ангелы говорят, жрецы – суть ангела. Там толкование даётся, прищи-то. Они не видят. Вы никуда не идите. Вот открыли. Давайте. Вы верите или нет? Зачем дальше идти? Доводов других не может быть вопреки этого. В последний день. Не верите. Тема закрыта. Больше не разговаривать с ними. То есть они – богохульники. Марфа, скажи, поняла это. Знаю, Лазарь воскреснет в последний день. Не за тысячу лет. Не за 365 тысяч дней. Если даже запомнить не можешь, но законспектируй эти места, проверь. И потом воображаемый сектант с тобой начинаем цитировать эти места. И каждый раз открывай. Сейчас Сергей быстро просчитывал эти места. Ну, два, три, пять мест Писания. А ты их открывай все. Обязательно открывай. И ты увидишь, как у тебя всё по-другому пойдёт. А вот это сонное состояние, вроде пришёл, вроде был, вроде молился, а ничего нету. Вроде не пойдёт. Должно быть точно. Я жаждал, я просил, Господь дал. И теперь результат. Потому что это Господнее дело, оно так касается сердец. Я беседовал с ними, с яговистами-то. Их хватает на полчаса. Больше нету. Сразу торопятся. Нам некуда. Там у нас ещё глухонемых надо посетить. Есть такая поговорка. Уча другого, я сам учусь. Вот места все эти выписываете. Не так, что... Ага, он меня одного вызывает, Сергей Павлович-то. А вы молчите, как будто никого нету. А вот если бы в одном-то зале сидели, тогда бы по-другому выглядело. Он прямо обращался бы. Чего молчишь, голову-то наклонил-то? Не знаешь или что? Там где-то толкование можно взять. А вот эта тема, тут надо знать. Знать. Мы далеко ещё её не закончили. Ну, всё. После беседы со свидетелями Ягову, вот таких длительных, у меня пусть поднималось высокое давление, а у Кати болела голова. Вот так. Вот понятно. Это тяжёлое, тяжёлое сообщество. Тут слабохарактерному делать нечего. Давление у тебя ещё и умрёшь, ещё инсульт будет. Ты, наоборот, должен быть на подъёме. На подъёме. Ты должен знать. Но это у человека навык. Просто навыка нету. Нет навыка всё время заниматься. По старости такой маразм нападает, там 60 лет уже ничего не помнит. Ну, почему так? От человека это зависит-то. Начнёшь делиться опытом, а вы хвалитесь. Ну, понимаешь, ничего нельзя сказать. Сатана нам всё ответ найдёт. Вот в армии служить, я служил во флоте, там 4 года было. 4 года. Считали из жизни, выщеркнули 4 года. Просто так и считают. А почему? Я сразу занялся одной темой, другой. За в армии изучил все политические системы мира. А мне, может, не потребуется. А может, потребуется. И потребовалось при перестройке. Ко мне очень большие приезжали. Я не знаю, там кто, министр или кто. Какой власть-то теперь нам устанавливают? Я мог бы соединить, показать, какая Скандинавия, какая на Филиппинах. И занимался языками. Ты, ладно, ты живёшь в Германии, тебе легко. А ты начни изучать сейчас испанский язык. Посмотри, что получится. Когда ни одного испанца нету. Начинай книги читать, радио слушать. Бросили за английский язык. А ты начни изучать китайский. У тебя в голове будет как пожар гореть. Не то, что там... Это свидетели были русскоязычные. По-русски говорили мы. Ну, понятно. Я просто говорю о том, чтобы голова была занята чем-то. Ты тут можешь заняться. А в армии-то тебе никуда не уйти. Поэтому у меня учебники были. Я всё время занимался. Вот прислали у нас на Камчатку там узбеки, таджики, армяне. Их презирают. Они там чурками их зовут. Там урюх обзывают где-то. А я наоборот их приближаю и стараюсь что-то подсказать. И начал сразу на трёх языках у них учиться. Среднеазиатские языки. Ни один больше ни в воинской части, нигде, ни до меня, ни после. Я уже после меня могу сказать. Никто. А они чурки. И нельзя же так. Совсем не... Не видеть никак. Вот начни изучать сейчас еврейский язык. В оригинале считать будешь Новый Завет. Их тоже не будет этим заниматься. А зачем мне? У меня вопрос никогда так не стоял. Время есть, я начинаю заниматься. Ложусь спать с наушниками. У командования добился разрешения вставать на час или на два раньше. Если подъём там в семь в армии, я, значит, стою в пять. В тюрьме, значит, подъём в шесть, я всегда в четыре вставал. Ну, себя маленько растеребите. Мы же на ресталище бежим. Я в Латвию приехал. Ой, они такие националисты, латыши. Они... Ничего у них не добьёшься. Спрашиваешь, куда пройти, он вот так показывает. Вот иди, куда хочешь. Вот такое мнение. Я говорю, а сколько ты живёшь? Да, 18 лет. Ну, скажи, как вот... Скажи, спроси по-латышски-то. Он не может сказать. 18 лет и ничего не знает. Ну, нельзя так. Я три месяца прожил, пока в Латвии-то. Я уже с ними разговаривал. Почему мне, говорю, надо, а тебе не надо? Тут же сразу Библию латышскую достал, в латышское общежитие, в латышскую бригаду влился. То есть, мне это надо. Почему это мне сгодилось? Даже не выскажешь, как. Куда бы я ни поехал, везде дорога открыта. Они не националисты, националисты. Их мало, и они берегут свой народ. Они работяги. Меня пригласили через Патриархом в Грузию. А у них буквы, как червяки такие. Ничего не значит. Я тут же в Москве побежал скорее искать учебники. Пока я доеду до Грузии, я уже маленько что-то буду знать. Я просто рассказываю, как... И, конечно, вот эта книга, ревнитель, откуда я брал материалы и дальше развивал их. Они очень ценные. Вот вы это поняли. А до меня кто-нибудь брал? Никто не брал. Зачем это нужно? Я на фронт иду. На фронт иду. Я должен уметь стрелять, уметь скрывать, доставать все, что требуется. Я опыт имею в этом. Просто рассказываю, чтобы люди видели. У вас сыновья их, им расскажите. Вот советские там, вот сейчас российские были в Чечне, там Евгений Родионов, голову отрезали, там четверо были, их в плен взяли. Почему взяли-то? Они сидели в этой, там, отдельной будке, в которой проезжают, надо остановиться, четверо-то. А медицинская машина с чеченцами туда-сюда ездила их, чтобы они примелькались-то. А потом сразу втроем заскочили, всех их арестовали, увезли, пытали, отрезали голову. Я говорю, если бы я там был, ни один бы чеченец не ушел, я бы им зубы прочистил. Четыре человека. Сразу распределились, выкопали окопы друг друга, чтобы не видели. Как только одного оставить? Да полохнуло бы так, чтобы горело все. Это в любом деле так. Я в армии был, в ракетных войсках потом служил. Вот на вахту отправлять на ночь. После обеда уже на работу никуда не идет, ложиться надо. А они сидят и играют или что-то. А ночью он там дремит, его захватили. Я всегда ложился, чтобы быть трезвым. Прошел всю ограду, где прорывы завязал, консервные банки привязал, собачку прикормил, выкопал себе место, скрылся, склады обошел. Вот теперь все, предупредил. Будете идти, я кричать не буду, вы сами кричите. Я полосну сначала очередью по вас, а потом буду кричать, кто идет. А они видели на стрельбищах, у меня 99-100. Я в секции с малых лет с ружьем. И они уже это знали, тут игры нету. Меня никто не видит, где я нахожусь. Освещает с какой стороны? Там, а там двери нет с обратной стороны. А здесь у меня есть собака, голос подастся. Не дремать, молиться надо. Мне государство доверило охранять. Охранять ракетная там база. И каких только бед не было. На вышке заснуло. Ну, не годится это. Несерьезно к жизни относимся. Вот этот материал попал мне. Я же на стройке работал. Я его конспектировал и конспектировал. 1400 страниц. Форматов, как журнал «Огонек». 1400. Или раз в пять законспектировал. И мне это все приятно говорить. Почему? Это мне Бог дал тело. Душа хозяйка должна быть. Павел говорит, смиряю и порабощаю тело мое. Дабы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. Я передавать хочу этот опыт. Ну, прослушал и пошел. Оно же в одно ухо как-то влетело, а в другое вылетело. Ты должен знать. Не хотят работать. Я вспоминаю, у меня близкий знакомый был кандидат богословских наук. Пивоваров отец Александр. Великий дар проповедника был. Но я-то не проповедовал. Я был тогда не рукоположным с честом-то. Но какие места Писания указаны в календаре, что священник должен читать? Я на все готовлю проповеди. Готовлю, а их сказать-то негде. Ну и что? И он, едем дорогой там в Тролейбусе. Он говорит, вот если бы сегодня разрешили, что бы сказал? Он кандидат, а я никто, вошка-бложка. Я ему начинаю говорить. Я представляю, он меня спрашивает, пока мы едем-то проповедь. Он приезжает, когда туда, выходит, говорит проповедь, и все, что ему сказал, он другой бы сказал, что обо мне подумают. Он выходит, то, что я ему рассказал, он все выносит на народ. Говорит проповедь. Неотразимую. У него крестился отец Геннадий Фаст. Мы у него три брата учились. Семинарский курс прошли там за год, наверное, на дому. Ну так вот как-то квела. Квела – это дрябло так вот живут, а то ничего не будет. Если мироварник, говорит, мухи портят его, но если оно накаленое, на огне стоит, ни одна муха не сядет. Ты сердце разогрей. А какая молитва, когда, говорит, до потолка не доходит? Не сойду, Господи, пока не примешь мою молитву к рассмотрению. Неустанно бей в ворота небесной отчизны. Бог дал единую жизнь, второй не будет никогда. Не прятаться надо, а идти наоборот, искать сообщество. Видишь как, если ты нужен Богу, Бог тебя будет переливать. А не так, что у меня все хорошо, все нормально, дети при мне ноги вымыл, а легла спать. Это в песне песней. А Иосифа как? Братья завидуют, бросили в колодец, хотели убить, продали его там. Там только начал подниматься, обвинили в нехорошем деле, что он хотел худое дело, грех сотворить с женой Патифара. И там сидел. И наконец вышел, стал премьер-министром. То есть Бог переливал его из сосуда в сосуд. А Господь говорит, ты как вино перебродивший, ты не переливаем был, я заброшу как меч в другую сторону тебя. Я вот разговариваю с кем, почему над собой не работаешь? Маленькое замечание только сделает, а вспыхнет сразу. Вот за себя, за свое я. Свое я, это идол свой. Отвергнись с себя, первый шаг. Тогда будет видно, тогда место Богу будет. А Богу нет места, когда твое растопыршное с тебя держит. Уехали сейчас в Америку, где все, царство достигли. Нашли духовность где? Духовность это Горбачевское слово-то. Ревность должна быть. В молитве, в посте, в благовестии. Кого послать? Исаия сразу. Меня пошли, меня. А уста нечистые. Ничего. Клещем взял уголь, протер ему, и уста чистые стали. Это, понимать надо духовно, к нам относится. Когда смотришь вот так, близко знаешь человека, сколько времени, и Библию в руки не берут. Не знают даже. У нас такая община, все время занятия идут, проповеди, книги лежат, и некоторые еще есть, и Евангелие не прочитали. Я ничего не могу сделать. Только начинаешь говорить, уже заснул. Сидит уже, спит. Я говорю, толкни, только разбудили. Полминуты опять спит. Притом всегда. Ложись, спи, когда идешь на службу-то. Выспись сначала, чтобы там не дремать. Все равно будет дремать. А я не понимаю. Но выучи хоть какие-то слова-то, будешь понимать. Ты же знаешь, нереально, чтобы у нас по-русски было. Но большинство-то понятно, какие слова. Посмотри, расскажи другому. Мы молимся, что было по-русски. Непонятно, я так и стою. Ну, непонятно, так учись. Другого никак. Мы же хлеб-то добываем, как? Трудно, не трудно, пашем, сажаем. Не смотрим, что там насекомые, звери перегрызли все. Мы охраняем его. Так и Слово Божие для души. Корень должен глубоко быть, а там камень. Засохло. Ни тридцать, ни шестьдесят, ни во сто крат. Все засохло, ничего нет. Ревности нету. Полное молчание. Я вот сейчас говорю, уже с укором говорю. Тут столько вопросов, вот которые сейчас было. Каждое место писания. А это место, как правильно употребить? А как? Когда ты беседуешь, ты должен знать каждое слово. На любом слове, только остановись, даже обрежут предложение. И все равно я на нем выведу туда же. С любого места писания, в любом месте Библии открой, я его выведу к покаянию, к благовестию. Вот так надо знать. О священнике, что он говорит? Я же знаю их, которые выступают много. Они в живье, это как не стоят у Дворкина, в живых-то этих сектантов, может, и не видели. А если и говорить, да толку-то. Сектант должен увидеть в тебе пылающее сердце, любовь. Как вот старуха из Дергиль, там Данко, у Максима Горького, сердце вырвал, люди в плену, их победили, они в лес ушли, и там живут, гниют. И он поднял сердце и вывел. Но там уже упал, сердце раз... Кто-то увидел, как бы ни загорелось, скорее сердце наступили, раздавили, искры пошли. Вот такая сказка. Сердце Данко. А нам сердце от Духа Святого должно быть воодушевление. Ну, еще две минуты, все. Но я еще немножко вот хотела сказать про этих сектантов. Они были у батюшки, у нашего. И они сказали, что батюшка, ну, батюшка вообще им ничего не сказал, а он только сказал, что Священное Писание совсем не обязательно изучать. Вот с этим они и ушли от него. Вот так. Они только у нас, вот с нами беседовали, здесь они только нашли отпор. Мне интересно, сообщают Краснодарский край, Воронеж, там свидетели Иеговы. А он начал им отвечать. А они его спрашивают, да ты, наверное, с Лапкиным знаком-то? Да они, говорит, сразу от меня, бросили, махнули рукой и в сторону. С Хабаровска, говорят, то же самое. Как будто мы неизвестны. Но Павел, говорит, а нас узнают. Мы нищие, но всех многих обогащаем. Ты начни только, и Господь придёт на помощь, кто работает. А когда он сидит, руки сложил, кому помогать-то? Ещё туда зря капитал вкладывать. Где ведущий там? Живой, нет? Паства молчаливая какая. Молчание золото. Чё, заканчивать будем? Да уж закончилось время тут. Распусти нас, отпусти нас на свободу. Давайте помолимся. Братья. Братья. Пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога Наши Город, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Молитесь, Игнает Тихонечка. Господи Божий, любящий наш Отец Небесный, мы предстали перед Твоим величием, чтобы восславить Тебя, как Ты дивно вели, Господи. И эти занятия Ты позволил нам применить к себе о всём, что слышали. Даду нам ревность. Духом Святым вожги наши сердца для искреннего служения Тебе. Владыка, не пройди пытаемых за Тебя, убиваемых детей Твоих по всему лицу земли. Простри им благодеющую десницу и отверзи им небо. Распусти нас, Господи, с миром. Тебе слава за всё, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Братья, Игнатий Тихонович, мир вам. Это роман с роликов. У меня вот вопрос есть. Вот на прошлом занятии у нас там разговор был после занятия, и человек попросил, не... Вернее, я спросил, вы не против, что сейчас запись, которая идёт, но у нас сейчас идёт тоже, будем это... Я выложу в этот... В интернет, значит. А он говорит, против. И вот я не знаю, что у меня теперь вот... Как вот по вашему... Вчего, расстанься, закрой, всё. Но в интернете разговаривайте, какая же тайна-то? Он против. А зачем же вылезть сюда? Вычеркни его сегодня, заблокируйте, чтобы больше никогда не приходил. И всё. Ага. Если один раз он предал, то... Слова Господне предаёт. Зачем с ним знать, а то он заразу несёт. Ясно. Кто бы он ни... Спаси Христос. Да. То есть можно выставить его будет, да? Оно уже стоит. Я сам записываю здесь. Вы беседовали, а я записывал. И выставлю, никого спрашивать не буду. Спаси Христос. Так что всё, наверное. А ладно. Спасибо за субтитры Алексею. Спасибо. Продолжение следует...